Вчера я шел по Егоревску и меня переполняла радость. Повсюду красивые солнечные девушки и улыбающиеся юноши. Первомай удался и впереди еще больше радости. Здравствуйте, меня зовут Тимофей Козоп и вы смотрите Хорошие Новости. Привет, а я Виктория Муратова и, как сказано в одной известной песне о хороших новостях, любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык. Прежде чем мы перейдем к бесспорно самому главному событию мая, 70-летию Великой Отечественной войны, предлагаю быстренько пробежаться по датам этой недели. Хорошо, давай. Итак, 4 мая, день зелени в Японии, день молодежи Китая, день труда в Австралии. Ну, ладно, тогда перейдем к следующему. Спасибо большое вам. Как моей бабушке, дедушкам было тяжело. Теперь нам очень хорошо. Спасибо за мир. Спасибо вам за мир. Говоря о событиях Великой Отечественной войны, нельзя не вспомнить о дне шифровальщика в России. Его отмечают 5 мая. В своих воспоминаниях маршал Жуков отметил, что в Сталинградской битве хорошая работа шифровальщиков помогла неоценимо. А Гитлер однажды издал приказ. Кто возьмет в плен русского шифровальщика, либо захватит русскую шифровальную технику, будет награжден железным крестом, отпуском на родину и обеспечен работой в Берлине. А после окончания войны поместим в Крыму. Но на то он и русский шифровальщик, чтобы просто так не взять. Где теперь тот Гитлер? А вот официально российский праздник имеется. Да и в Крыму я немцев не встречала вроде. Угадай загадку. В червленом поле рука в золотом рукаве, показанная по предплечье, выходящая во главе из серебряного облака слева вниз, держащая в перевязь золотое турнирное копье ниже рукояти и поражающая им в пасть лежащего с воздетыми крылами дракона того же металла. Совсем не детская загадка. Похожа на кадр из фильма. Игра престолов? Хм, почти. Это описание герба нашего Егоревска. Все знают, что рука, поражающая дракона, принадлежит святому Георгию Победоносцу. Точно, ведь 6 мая его день. Существуют страшные легенды о том, как римляне пытались заставить Георгия отречься от веры. Но он не сдался, сдаваться он не умел, поэтому стал Победоносцем. Подробную материальную Викторию Карповой. Великомучий Георгий Победоносец, нередко называемый на Руси Егорием Храбрым, является для Егоревцев особо почитаемым святым. Ведь город при основании был назван в его честь, а на гербе и флаге нашего города изображена рука Георгия, поражающая копьем змея. Почему это изображение попало на наш герб и что оно символизирует, сегодня мы узнаем у сотрудников городского краеведческого музея. Он появился вместе с гербом. Герб был утвержден Екатериной II 29 мая, стиль старый, 1779 года. До 1922 года Егоревск был уездным центром Рязанской губернии. Первый исторический герб города Егоревска состоял из двух частей – верхней и нижней. В верхней части шапка рязанского князя, под ней положены крест-накрест меч и ножны. Верхняя часть подчеркивала принадлежность города к Рязани. Кстати, верхняя часть была характерна для всех гербов рязанских городов. Нижняя часть у каждого города была своя. У нас это спускающаяся с небес рука святого великомученика Георгия Победоносца, поражающая копьем змея. Святой Георгий Победоносец считается покровителем города, покровителем села Высокого, так как в селе Высоком стоял Георгиевский храм, известный с 1554 года. Современный герб города Егоревска существует в несколько усеченном виде, поскольку когда утверждался герб, гералдическая палата в том виде исторический герб не могла утвердить, поскольку верхняя часть герба подчеркивала принадлежность города Рязани. Поэтому верхнюю часть сняли, а нижнюю растянули на все поле. Мы решили проверить, как хорошо жители города знают свой герб. А, там Егорий Святой нарисован. Ну да, с копьем. С копьем и вот кто там, змей что ли, он его поражает. Всадник убивает дракона. Змея? Зло. Земное, да. Мы, Егорий Победоносец, что мы убиваем это зло. Георгий Победоносец на коне, убивающий змея. Александр Победоносец, который протыкает змею, по-моему, насколько я помню. А чем протыкает? Копьем. Только не Александра, а Георгий. Желтый дракон на красном фоне и проткулку копьем. Значит, там каком-нибудь серп нарисован. Не-не-не, там, по-моему, такое копье, что-то такое. Правильно. Вот. И на лошади кто-то. Вы знаете, если это из облака, то получается, что Бог убивает змею. В ходе опроса мы выяснили, что большинство жителей города путает герб Егорьевска с гербом Московской области. Но мы считаем, что знание символа родного города и бережное отношение к истории обязательно. И теперь вы, наши зрители, этим знанием обладаете. И это хорошие новости. Международный день против диеты отмечается ежегодно 6 мая. Основная его идея заключается в том, что мы должны принимать себя такими, какие мы есть, не подаваясь распространенным в обществе стереотипам. Но это не значит, что этот день стоит отметить мысляным тортиком или салатиком, утопающим в майонезе. По мнению организаторов, правильное питание и умеренная физическая активность помогут сохранить здоровье. А диеты для радикальной потери веса не только бесполезны, так как со временем вес возвращается снова, но и потенциально опасны. Именно поэтому я в этот день с друзьями нажарю тонну шашлыков и отмечу его как следует. Вашему вниманию мы предлагаем очередной выпуск рубрики «Недетский лепет», в котором ребята от 5 до 7 лет расскажут нам, что такое радость. Нет, вот так. Радость. 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 Радость, когда человек радостный и счастлив, когда его мечта совершилась, мне доставляют радость в садик, воспитатели, друзья мои в садике. Они всегда мне помогают, если кто-то на меня налетает и начинает драться. Я их и сам могу защитить, могу и сам себя защитить, но лучше друзьям всегда помогать, чтобы они были радостными. Радость – это когда человек радуются, смеются, когда ему весело, когда ему приятно, и когда у него хорошее настроение. Я радостно, когда мама меня обнимает. Радость – это когда радуется что-то, например, какому-то подарку, который тебе на день рождения или просто подарили. Когда мой папа был, не забыл, как называть, в Санкт-Петербурге, я, когда он приехал, я очень радовалась. Когда я радостная, я всегда говорю спасибо за подарок, и мне становится легче. Радость – это когда кто-то, кого-то очень сильно ждет, и тот человек когда-то приходит, и тот человек, который его сильно ждал, он рад. Когда я скучаю очень сильно по маме, мне надо, чтобы она была рядом. Когда она приходит, я очень сильно рада. Когда взрослый может испытывать радость. Например, когда у него начинаются выходные. Вик, давай быстренько по 8 мая по афишке пройдемся. Давай. 8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Профессиональный праздник работников оперативных подразделений Уголовно-исполнительной системы России. И, конечно же, День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны. Да, весь мир на этой неделе говорит о нашей великой победе 45-го года над фашистами. Мы тоже подготовили интересные истории о былых временах и подвигах. Ну да, прям-таки весь мир помнит и говорит. Хотя, должно быть всем ясно, что 9 мая – это не какие-то там хэллоуины. Это по-настоящему было. Да, мы все видели, как старики плачут в мае. Я сам ужасался цифрам статистики о погибших и видел документальные фильмы о зверствах фашиста. Но почему-то сегодня все забывают, что во время войны, помимо трагедии, было и немало курьезов. Ведь без юмора выдержать 1418 дней войны просто невозможно. А все потому, что за сухими стандартными строчками учебников истории не видно жизни. А жизнь даже в самые трудные периоды продолжает улыбаться. Об этом мы сегодня и расскажем. Однажды в 41-м наш тяжелый танк заглох на нейтральной территории. Никак не завести. Фашисты, обнаружив легкую добычу, долго стучали по кузову своими кулачишками и предлагали сдаться. Сдаваться. Как бы не так, сдаваться мы не умеем. Тогда немцы решили взять на трос наш танк и двумя легкими своими оттащить к себе в часть. Но не тут-то было. Клим Ворошилов, так назывался заглохший танк, это 600 лошадиных сил. Это 48 тонн отборной советской стали. Завелся с толкача и начал тянуть немецкую технику в обратную сторону. Испуганные фрицы тут же сбежали, а наши вернулись в часть с двумя трофейными танками. Конечно, спасибо. Низкий поклон ветеранам за наше, как говорится, счастливое бедество и будущее. А вот, я бы сказал, пример полевой смекалки. 20 тысяч немцев в лесистой части нашей родины попали в окружение советских солдат. Мы им «Эй, немцы, сдавайтесь, вы окружены!» Они хорохорятся, вяло отстреливаются, типа чувствуют себя в большинстве, в безопасности. И наши же не мудрство и лукаво протянули по всему периметру окружения колючую проволоку, поставили таблички, что здесь находится лагерь военнопленных и довольные пошли на обед. В итоге, удивленные от такой наглости, немцы сдались. Поздравляем с 70-летием и спасибо вам огромное, дорогие ветераны, за то, что мы сейчас живем и радуемся жизни. Афиша мероприятий очень насыщена. Еще было такое событие. Например, 4 мая в 11 часов прошел турнир по шахматам, посвященный 70-летию Победы. 6 мая в 12.00 состоится праздничный прием ветеранов в воинской части деревни Тимшина «Боевые спутники морей». 6 мая на улицах города в 15 часов стартует легкоатлетическая эстафета «Кольцо Победы». Спартакиады городских школьных коллективов и спартакиады начальных, средних и высших профессиональных образовательных учреждений нашего Егорьевского района. Также 6 мая в 18.30 в парке «60-летие Победы» пройдет танцевальный флеш-моб, посвященный 70-летию Победы. 7 мая в Дворце спорта Егорьевск в 9.00 состоится заключительное соревнование международного турнира по гандболу, посвященное чему? Правильно, 70-летию Победы Великой Отечественной войны. 7 мая в 15 часов Дворец культуры имени Конина организует для всех желающих торжественное мероприятие «Тебе Победа посвящаем». 8 мая в 11.00 состоится панихида на городском кладбище, возложение венков и цветов в братской могиле умерших от ран в госпитале города Егорьевска с участием представителей предприятий, организаций и учебных заведений. «У меня папа тоже воевал, я уважительно отношусь к этим людям. Вон, пожалуйста, смотрите, какой плакат замечательный. Я когда иду на работу, всегда любуюсь с нами. Да, люди отдавали свою жизнь за Родину, они были патриоты. Ну что, кроме уважения, я не могу ничего сказать. Уважение. Но еще лучше, если бы они остались живыми. Остались живыми, да. Вот это было бы здорово, если бы все остались живыми». И на очереди наша постоянная рубрика «Ваши письма». Это те хорошие новости, которые вы присылаете на наш почтовый ящик. «Хорошие.ньюссобака.яндекс.ру» или в нашу группу ВКонтакте. Адреса вы видите на своих экранах. «Камера. Мотор. 70-летию победы посвящается специальным для хороших новостей». «Камера. Мотор. 70-летию победы посвящается специальным для хороших новостей». Субтитры создавал DimaTorzok И главный день этой недели – День Победы, 9 мая. В 9.30 – начало построения у Дворца культуры имени Конина. В 10.00 – начало праздничного шествия участников Бессмертного полка по улице Советской к Мемориалу Воинской Славы. В 10.30 – возложение венков и цветов к Мемориалу Воинской Славы. Минута молчания. Прохождение парадным строем военнослужащих, продолжение праздничного шествия к площади Советской. 11 часов – легкоатлетический пробег по центральной улице города. В распробеге примут участие 150 человек. С 11.00 до 12.30 – праздничный концерт на площади Советской. Акция «Солдатская каша». С 14.00 до 16.00 часов – праздничная программа на площадках у торгового центра «Форум», в сквере «60 лет Победы» и в остальных парках города. С 18.30 до 22.00 – концертная программа на Советской площади. И в 22.00 – праздничный салют. Помимо этого, в каждом селе, в каждой даже самой отдаленной деревне нашего района будет проходить спортивные мероприятия и праздничные концерты в сельских культурно-досуговых центрах, посвященных Дню Победы. Да что там наш район! Вся страна от мала до велика будет славить и благодарить тех юных, тогда еще ребят, которые подарили нам мирное небо над головой. Спасибо им! Дорогие ветераны, поздравляем вас с великим праздником и всю нашу страну, с великой Победой! Желаю вам здоровья, счастья, заботы детей и внуков и живите еще 100 лет! Однако у нас еще осталось 10 мая, и этот день, между прочим, тоже наполнен массой мероприятий. В серенке в 10.00 турнир по мини-футболу среди дворовых команд, посвященных Дню Победы. Отличный способ зарядиться спортом на всю следующую неделю. В это же время в 10.00 в спорткомплексе Мещера начнутся соревнования по конному спорту среди спортсменов-инвалидов. А если вам кажется, что конь должен быть не под человеком, а перед ним на шахматной доске, то центр внешкольной работы в 11 часов ведет вас на шахматный турнир. А в 12.00 в спорткомплекс Мещера приглашает всех желающих посмотреть на силачей нашего с вами времени. На 30 спортсменов, изъявивших желание помериться выносливостью в соревнованиях по пауэрлифтингу. Я, конечно, поздравляю их всех с таким большим праздником. Всегда в этот день для меня святой, потому что мой папа был военным, а офицером, к сожалению, он не дожил до этого святого дня. И это было всегда для нашей семьи, это был большой праздник. И я благодарна за то, что мы живем сейчас, что в такой нашей стране, и вот такое у нас небо, хоть немножко дрочек набегает, но все равно наше такое светлое небо над головой. И благодарю только им, что вот они умирали, кто остался жив, а кто умер, светлая им память. Они умирали в смысле тем, что мы будем жить хорошо, что мы победим, что это будет, все будет у нас хорошо. Я поэтому им благодарна, кланяюсь в пояс им, тем, кто остался в живых, и дай бог им еще здоровья и многие лета еще. Мы напоминаем, что рубрика «Случайный кадр» продолжается. Что нужно для участия? Просто попасть в объектив наших камер и увидеть себя по телевизору. А увидев, позвонить по номеру 8-906-099-50-05 или прийти к нам в редакцию. Внимание на экран, вот наш новый участник, претендент на получение приза от телеканала «ТВ-Мост». Если вы узнали этого человека, то передайте ему, чтобы он обязательно позвонил по указанному телефону или пришел к нам в редакцию. На этом выпуск хороших новостей завершен. Мы постарались поднять вам настроение и объяснить, что хорошие новости есть всегда, нужно только научиться их видеть. А если вам кажется, что вокруг вас нет хороших новостей, то делайте их сами, заряжайтесь позитивом и дайте его всем вокруг. Тем более, что радоваться на этой неделе просто необходимо. Увидимся через неделю, пока! Пока! Стоп! Снято! Всем спасибо! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok